Два заключающих слайда и слова. Я сегодня для себя, по сути, два откровения. Первое откровение, что... Ну, по сути, одно откровение, что как в онкологии, так и в функциональных результатах хирургического лечения рака мочевого пузыря всё уже придумано. И те незыблемые принципы, которые существуют в онкологии о областичности, а также то, что уже на сегодняшний день предложено в отношении функциональных результатов пластики, они уже хорошо обоснованы, доказаны, и не стоит их нарушать. А необходимо просто ту лапароскопическую технику и малоинвазивную технику, которой мы владеем, использовать так же, как мы, то есть в соответствии именно с этими принципами. Не обязательно копировать открытую технику. Достаточно действительно соблюдать все те принципы областики, которые существуют. Мы часто видим демонстрацию операций, когда не клипируют мочеспускательный канал или его не прошивают, как было показано в фильме. Когда этот удалённый резервуар длительное время, даже без мешка, лежит в брюшной полости. И так далее. То есть мы достаточно вольно относимся, при раке мочевого клюзя, при лапароскопии, к этим принципам, считая, что здесь это может быть дозволено. На самом деле, как мы сегодня увидели, нет. И все материалы, которые мы сегодня видим, подтверждают, что только соблюдение этих принципов и выполнение всех операций с позиции этих принципов, оно демонстрирует не худшие результаты, как онкологические, так и функциональные, по сравнению с открытой техникой. Но при этом мы понимаем, что малоинвазивный доступ совместно с принципами ЕРАС, о которых мы тоже сегодня говорили, позволяет вот этому пациенту после мастер-класса через 4 часа после ортотопической пластики мочевого пузыря гулять по коридору. Это 4 часа после ортотопической пластики мочевого пузыря. Если кто-то этим занимался лет 5-10 назад, наверное, даже подумать о таком не мог, потому что эти больные проводили в реанимации как минимум 2-3 дня, и по большому счету на сегодня непонятно, чем они там занимались. Поэтому сочетание, а самое главное на самом деле выполнение вот этих принципов ЕРАС, а малоинвазивный доступ является просто компонентом ЕРАС, является важной составляющей лечения этих пациентов. Поэтому неважно, как оперировать, может быть, больных, но соблюдение принципов ЕРАС позволяет этим больным рано реабилитироваться, рано восстанавливаться и получать удовольствие от перенесенного лечения, к чему вас и призываю. А можно включить следующий слайд? И то, о чем мы говорили, это наши результаты, скромное сравнение нескольких серий открытых лапароскопических статомек с электронными формерами, это по Брикеру, видно, что, к сожалению... Мы оперируем очень поздно. Мы оперируем больных, которые уже не должны оперироваться. И вот это самое главное. Мы тянем их до последнего. Мы тянем до того, когда их оперировать, по большому счету, уже не надо. Единственная цель этих оперативных вмешательств, это наши мануальные навыки. Больше ничего. Никакого онкологического смысла или функционального смысла. То есть, цистектомия, любые цистектомии у пациентов в стадии ПТ-4 не несут. Даже при Т-3 уже устают большую работу. Поэтому оперировать этих пациентов нужно максимально рано. Тогда результаты не будут никак нам мешать. Представьте, в нашей серии больше 50% это стадия Т-3, а стадия ПТ-4, ПТ-3. Абсолютное большинство больных запущены с выполненной полиативной или чаще всего симптоматической оперативной шаги. А если сюда добавить еще порядка 30% с позитивными лимфатическими узлами, то получается, еще раз говорю, абсолютное большинство пациентов получает не то ли, чем, в большом счете, которые они должны были получить несколько лимфазов. Сегодня наглядно было показано, что все-таки адгрессивная, активная хирургическая тактика в отношении рака мочевого пузыря плохого прогноза и поверхностный форм, и мышечно-инвазивный форм являются основной тактикой выбора активного лечения. Неважно, как открыто, вопроскопически, онкологические результаты будут одинаковые, если мы соблюдаем принципы. Но функционально все-таки, всем сегодня понятно, что малоинвазивные доступы имеют, во всем случае, в отношении реабилитации гораздо больше приоритет, чем открытая техника. Но именно эти графики мы уже видели, что, естественно, чем хуже стадия заболевания, тем хуже выживаемость этих больных. Вот здесь единственная выживаемость. А пациентов со стадии Т3, Т4 в наших селях, она практически какая-то. Эти пациенты максимально практически на глазах прогрессивны. Поэтому они, естественно, должны получать в раннем периоде после операционного периода еще и химиотерапия, а лучше всего не одинаковые режимы, а лекарственные лечения. Я благодарен сегодня всем, кто говорил, думал до последней минуты. Благодарен всем тем, кто сегодня нам помогал в проведении сегодняшней конференции. Я считаю, что конференция получилась чрезвычайно интересная. Доклады были достаточно, на мой взгляд, информативные. И еще раз говорю, порой просто как откровения звучали очередной раз. И я думаю, сегодняшняя сессия состоялась, она удалась. Спасибо всем огромное. Всего доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ